Уважаемые зрители, представляем вашему вниманию результаты работы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции за минувшую неделю с 16 по 20 ноября. В аппаратном совещании Агентства принял участие председатель правления АО «Казахстан-Темр-Жола» Сават Макбаев, который доложил о мерах противодействия коррупции в национальной кампании и деятельности проекта «Адал-Жол». Также на совещании ответственный секретарь Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности отчитался о работе Адал-Дагалана в министерстве. На этой неделе председатель агентства с рабочим визитом посетил Октябрьскую область в целях обеспечения открытости и доступности государственных органов в регионах, лично побывал в городе Хромтау в отдаленных селах, таких как Косистек и Бадамша. Госаппарат обязан не только слышать чаяния граждан, но и оперативно решать их проблемы, заявил Алик Шпикпаев и проверил деятельность государственных органов и открытых акиматов области. Глава ведомства провел прием граждан, обратившиеся по вопросам социальной сферы, жилищно-коммунальных и земельных отношений. Все обращения взяты на контроль местных исполнительных органов. Также Алик Шпикпаев встретился с общественностью района и проинформировал о законодательных инициативах по противодействию коррупции. В свою очередь местные жители поблагодарили руководителя антикоррупционной службы за инициативу по внедрению в регионах сервисных акиматов и проектных офисов Адалдхалана. Кроме того, рабочая группа в рамках проекта PBI посетили социально-предпринимательскую корпорацию Ахтубе, теплицу по выращиванию клубники Экоферма, ветроэлектростанцию ТОАРМВИН, ряд предприятий области, находящихся под антикоррупционным сопровождением. Глава агентства в рамках проекта Айман Умаровой Халах-Уны провел прием граждан, встретился с общественностью и гражданами, входящими в кадровый резерв президента в Актьюбинском государственном университете имени Ахмеда Жубанова. По итогам визита председатель агентства дал положительную оценку открытости и прозрачности государственных учреждений региона уровню цифровизации. В соответствии с принципом слышащего государства, председатель агентства в режиме онлайн принял жительницу города Нур-Султан и дал соответствующие поручения по жалобе. Под председательством первого заместителя председателя Олжаса Бехтенова состоялось совещание, посвященное подведению итогов деятельности агентства за 10 месяцев. На нем были заслушаны доклады руководителей структурных подразделений и территориальных департаментов об оперативно-следственной и профилактической работе. Первый заместитель председателя Олжас Бехтенов принял участие в совместном онлайн-совещании с Министерством здравоохранения. Стороны обсудили вопросы проведения внешнего анализа коррупционных рисков. В этой связи в ближайшее время рабочей группы агентства будет проведен анализ коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Министерства. Под председательством Акима Акмолинской области Ермека Марджикваева состоялось заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции. На нем был заслушан доклад руководителя территориального департамента и обсуждена работа Ахмала Адалдгалана и сервисных акиматов. Глава региона раскритиковал недостатки в работе сервисных акиматов районов и дал соответствующие поручения по их скорейшему устранению. В рамках проекта агентства «Антикорлайф» Аким Казардинской области Грушара Абдекаликова приняла участие в прямом эфире и дала интервью на тему «Открытость, подотчетность и доступность акиматов». Также в рамках данного проекта состоялись онлайн-интервью в прямом эфире с участием директора компании «Евразия Блокчейн» Тлектирса Адамбекова, председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Лазат Рамазановой, руководителя департамента по противодействию коррупции Алматинской области Ернара Макожанова. Всего во всех территориальных департаментах проведено 187 прямых эфиров с участием 175 внешних экспертов-спикеров и представителей различных отраслей. В рамках проекта «Антикорлайф» состоялись онлайн-брифинги с участием директора департамента добропорядочности Анижана Асануло и руководителя информационно-просветительского штаба Розат Расунзада о рабочей поездке в южные регионы и с участием сотрудников агентства и руководителей проектов на темы защиты бизнеса и инвестиций и о мерах по обеспечению прозрачности государственных органов. По инициативе агентства во всех регионах страны для быстрого и качественного обслуживания граждан открываются сервисные акиматы, обеспечивающие открытость и доступность государственных учреждений. Очередной сервисный акимат, соответствующий этим требованиям, открылся в Туркараганском районе Мангистауской области. В рамках проекта агентства «Адал Куме», предоставляющего бесплатную правовую помощь в территориальных антикордцентрах, проведено 312 прямых эфиров с охватом более 147 тысяч человек. Организовано 15 встреч, опубликовано 17 разъяснительных видеороликов. Руководитель проекта адвокат Айман Умарова дала юридические консультации жителям Ахтубе и Хромтол. Департаментами Акмолинской и Актюбинской областей совместно с акиматами и инспекцией транспортного контроля были обсуждены предложения антикоррупционной службы об устранении обстоятельств, способствовавших совершению уголовных и других правонарушений на основании статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Департаментом Агентства по Казахстанской области совместно с проектными офисами Национальный центр качества дорожных активов ИСАПАЛЖОЛ АДАЛДГАЛАНЭ проведен мониторинг дорожного строительства и на территории области остановлен некачественный ремонт дорог, уложенный на снег. В рамках проведенного рейда в Западно-Казахстанской области строительство некачественно построенной дороги перенесено на следующий год. В Шенкенте проведен мониторинг качества дорог на улицах города и подрядчикам даны соответствующие замечания. Если вам стало известно о фактах коррупции, просим вас обратиться в колл-центр Агентства 1424. Уважаемые зрители, вы ознакомились с недельными итогами работы Агентства и его территориальных департаментов с 16 по 20 ноября. Специальный выпуск новостей будет опубликован на официальном сайте и на аккаунтах Агентства в социальных сетях, указанных на экране. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok